Полицейские сургуты нашли участников обряда жертвоприношения. Напомню, несколько дней назад неизвестные в честь выписки новорожденного зарезали барана прямо у роддома. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Далее рассказывает Иван Рябцев. Это видео вызвало шквал негативных комментариев в социальных сетях. Неизвестные зарезали барана прямо у входа в роддом. На глазах десятков очевидцев, среди которых были женщины и дети. Это был ритуальный обряд жертвоприношения по случаю выписки новорожденного. Он же послучил причины привлечения новоиспеченного отца к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Хотел это радостное событие отметить. Не хотел кого-то личность обидеть. Если кого-то обидел, прошу прошения, чтобы тянем. Извините. С точки зрения закона это нарушение общественного порядка. Но стоит разобраться и с еще одной стороной этого вопроса. Подобные ритуальные жертвоприношения – это дань уважения традициям или варварский пережиток прошлого? За ответом мы отправились в Краеведческий музей, где проходит выставка археологических и этнографических экспонатов. Большая часть предметов – это ритуальные атрибуты, которые еще 100-200 лет назад использовали коренные жители Югры. Как пояснили специалисты, традиции жертвоприношений имели место во всех культурах. Для некоторых народов этот обычай продолжает оставаться актуальным и в 21 веке. Продолжают приносить в жертву животных и обские угры. Но этот обряд носит сакральный характер. Нужно понимать, что обряды жертвоприношений делаются только от лица определенной группы людей. Эти жертвоприношения происходят в специально отведенных местах. Это делают только знающие люди. И посторонние на эти мероприятия не приглашаются. Такие же правила жертвоприношений присущи и традиции ислама. В частности, при проведении обряда Акика. Принесение в жертву барана по случаю рождения ребенка. При этом священнослужители отмечают одну важную особенность ритуала. Подношение не будет принято Всевышним, если действо вызвало негативную реакцию у тех, кто при этом присутствовал. Если мы сегодняшний день будем приносить жертву, где мы захотим, мы тем самым будем вызывать недовольствие людей, граждан. Это запрещено исламом. Если мы видите, наше поклонение получается вызывать недовольствие людей. Может быть, наше жертвоприношение не будет принято Всевышним. Традиции и обычаи – это уникальный код самоиндификации. Забывать о них, конечно же, не стоит. Но при этом не стоит забывать и о том, что для каждого обряда есть свое время и место. Иван Рябцев, Алексей Шахмаев, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», «Сургут». Иван Рябцев, Алексей Шахмаев, Игорь Батищев,